Здравствуйте, я переводил с украинского не так много, а в основном это переводы Василия Махно, которого сегодня уже Аркадий читал, и затем я тоже перевел февральскую религию, которую он прочел, и я думаю, что я не буду с ним соревноваться, а прочту. Украинский язык, который уже читал сегодня, но он не будет соревноваться с прошлыми переводчиками. И стихотворение, которое называется «Мудыка в городе, Пернопольце», оно, Василий Махно написал про губы, которым он провел много лет, и жил, учился и так далее, из него ходил служить в советскую армию, жил в общаге, и, в общем, здесь много таких реалий, на мой взгляд, общих с моей, например, жизнью. Творец. Я читал про губы, по-русски, по-русски. Это о том, что он живет, где он живет, где он живет в армии, и по-русски. И очень много реальности, как его жизнь, в общем, поскольку его личности, у других людей, как с моим. В городе, в коем сливаются джаз и помои, Свора бездомных псов, деревья и клумбы омочит, Рыжая сука разгонит колубей, И зрителей запоздалых, отвислые титьки втянет И вытянет лапы музыка с черного входа И застоявшийся запах, я среди площади, И лишь эхо гуляет по залу этого театра. Он прилег к себе сытым бульдогом, И супу-дворнягу площадью целой одолжил, Богом прощенный и вовсе им в сентябре оставлен, Просто бухой, забулдыга, впавший в сон захолустный, В городе, кроме джаза, занятия есть и получше, Свидетели и его вы, активисты, просвиты, сектанты, Музыка города в клапане бьется сердечном, Всех его улиц расклад ею краплен и мечен, Может, украден у дующих пива по подворотням, И у будящих крутых до утра ресторанах все ночи. Шпарит она и по миске собачьей, и по трубе водосточной, И согревает площадь оперением на сетке и плотью. Рыжую суку прикормила бомжиха с баяном, Раздувает меха, словно легкие, И орет полупьяно, долго кашляет, И собаке служить подает команду. Я забываю, что музыка, сделавшись ходким товаром, Этому городу больше неверный друг и товарищ, Но вешуной бомжихе с псиной чем-то кормиться надо. Я забываю, каким ангорским мехом и лисим За музыку эту и баб гилета мы расплатились, Серебром почерневшим и дорогими вещами. Пятый троллейбус. Туга слетела, пропала тяга, Женщина за рулем, остановка в потемках, Ватага, встреча с которой Тебе хорошего не предвещает. Я забываю проспетость общажного братства, Мишанину разлук, доводящую до разврата Легкого флирта, как вернута вкус и джина, Наши курящие споры. Никто ни пред кем не виновен, Музыка эта по городу разносится, будто новость, И я по бокалам ее разливаю неудержимо. Я забываю свои стихи и даже их адресатов. Повесть в Казатин, налевка, Строи в казенных бушлатах И на стене караулки Надпись из букв огромных Дембель неизбежен. И про Афган песчаный Значит ничто не вечно, Кроме прощаний. И кто-то в письме с гражданки Нет-нет, а тебе да и вспомнит. Я забываю, как музыка города Нафабрично являлась Сводом законов по-своему Музыкального криминала. И пацаны, привыкшие жить Сообразно с ними, Останавливали в темных углах Фраеров и фраерш, На косяк и ширку, Мигом их обобравши, Фиксами посверкивали И ножичками выкидными. Я среди площади стоя Хочу обнять этот город, Хочу тебе эту музыку Передать из рук своих города, Хочу кентов повстречать Музе, тамошний лабух, Сунет тебе в карман свой спорник Новых творений И кофе закажет Серый, попахивающий, горелый Последние годы он пишет Как курица лапой Я на площади стоя Поджидаю западный ветер Обещавший сюда вернуться Как памятник бронзу одетый Все четверо встанут в ряд Не по алфавиту и не по росту А ушлая молодежь Поменяет козу на корову Я хочу, чтоб мы стали Их джазом и рок-н-роллом Вместе с Буккинским мостом Ну, тут много Тернопольских реалий В этом стихотворении Ну, они, в общем Всем нам близки Это такие Очевидные 90-е годы Да? И сейчас Все Это О поисковская Танслой Но это Поем Проибрация Тернопольщик Украинская Тернопольщик Тернополщик Тернополщик Это очень странно, потому что, по моему мнению, это конскрепт, а армия. И что делает это, особенно, в моих мнениях, 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 в своём Москва когда-носта, мол, все остальные известные, řэзм, вероятно, в следующего bistреда. Из Центрии они помогли обмывать на юр comparative полуина, И вообще поэзия, я считаю, что поэзия это надмирная, надграничная территория, хотя она имеет и земные корни, но тем не менее. И главное, чтобы поэты разных стран не теряли связи между друг другом и относились друг к другу с уважением по-честному, по-совести. Это, собственно, наверное, все, что я хотел. Сказать спасибо. Большое спасибо, Максим. Михаил. Собственно согласен с вашими последними словами, затем мы здесь и собрались.